Справедливость. Один из премьер-министров Великобритании проникновенно сказал в своей речи «Никакая несправедливость не может длиться вечно». Я думаю, что многие из тех, кто с энтузиазмом аплодировали этому заявлению, вполне сознавали, насколько трудно найти справедливость в сегодняшнем мире. Кажется, что люди еще более осторожны в определении справедливости. Они не хотят выглядеть неразумными или лицемерами. Очевидно, что легче начертать план справедливости для других народов на другой стороне глобуса, нежели для собственной семьи. Когда нечто касается вас лично, то это становится более реальным. Вся справедливость строится на концепции «правильно или ошибочно». Это дилемма гуманизма. Она работает в комфортной среде, но буксует в конфликтных ситуациях. Люди, наивно пытавшиеся решить большие международные проблемы собственными усилиями, часто обнаруживали, что мир намного сложнее, чем краткие и хорошо отредактированные сообщения дикторов, улыбающихся с телеэкранов. В советскую эпоху я слышал, как глава Русской Православной Церкви заявил, что Советский Союз – это тысячелетнее царство, описываемое в Библии, как время мира и справедливости на земле. Кажется, что нет границы заблуждению ошибочного мнения. Если нет ответственности перед судьей над всеми судьями, то нет и никакого интереса к истинной справедливости. Вся истинная справедливость имеет отношение к вечности. Вся истинная справедливость может быть понята только если мы согласимся, что все наши решения во времени имеют вечные последствия. В противном случае справедливость – всего лишь еще один политический термин, который можно бесконечно бросать по кругу без всякой связи с реальностью. Иисус сказал, «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Евангелие от Луки, пятнадцатая глава, седьмой стих. Пастор Матте.